Документы ваше можно, пожалуйста? Документы ваше можно, пожалуйста? Не возражаете на камеру? Хорошо. Спасибо. Я ваше, пожалуйста, что у вас с соседями не получается? Ну, найдите порядок, все получится. Какие порядок конкретно вы хотите? Наказывать. Наказывать за что? Не, бесчердовать я наказываю. За что наказывать? За хулиганские действия. Вам видео или отписки из полиции? Для начала расскажите мне, пожалуйста. Я просто не знаю, я в первый раз у вас с 40 раз разбираюсь. Согласен, вы первый раз. Расскажите мне, пожалуйста, что у вас тут? А ничего, странно. Вот сосед, которому я мешаю заниматься предпринимательской деятельностью. Он решил мне вредить. Подключить соседей. Вредить Яксама? Яксама. Развил забор. На протяжении всей беременности пытались взяли цвы в ребенку. Я думаю так, серьезно. Это отравили собаку на глазах у беременной жены. Они выбрали день, когда я ушел на работу. Дебоширили. Меня муж привез с роддома с маленьким ребенком. Они нам окна били. Вы думаете это нормально? И как раз та, которая вас вызвала. Вот у вас есть... Вы же не знаете, кто меня вызвал. Не, мы же видим все. Прекрасно знаете, что камеры стоят. И они на эти камеры, я не знаю, режиссеры бегают. Как их здесь машины контролируют. Куда они должны побежать. Я же это все вижу, вижу. Да, не спорю, я в интернет начал выкладывать этих дебилов. Потому что они реально дебилы. А это без выражений. Нет, это ж не выражение. Дебил это я проверял в Википедии. Вполне адекватное слово. Я ж не выражаюсь, матами не гоню. Мне весь город полностью это так же подписан и транслировал на интернет. Так что извините, это не нецензурное выражение. А то, что разбили окно, да, факт. Ваше 13 марта с роддома мы приехали. Здесь они в кустах дожидались, спровоцировались. Здесь уже куча молодежи было. Ваши сотрудники полиции приезжали. Я вам могу показать видео. Они сфотографировали все на свои боди камеры, на свой фотоаппарат. Отдали участковому. Что он там занимается. Я занимаюсь ребенком. Кстати, не держи его на руку. Я занимаюсь ребенком. Как он захочет. Захочет опять поговорить. У меня... Сколько? На данный момент я вам сейчас могу две отписки участкового показать. Который поговорил. Я не знаю. Разговоры не действуют на ребят. Правильно? Потом, у меня есть три решения суда за ножевое ранение. Признанные. И он сейчас уже выплачивает. Через три хаты. Мужчина. Потому что он ходил средь белого дня перед камерами. Косил цветы. А мать моя пришла и спросила у него, поскольку они знакомы. Он был друг моего отца. А зачем ты это делаешь? Угу. Он напал на нее с ножей. И я был свидетелем в суде. Вот это вот нехороший человек. Я не знаю, мы сейчас под запись. Приходил в суд. Рассказывал небылицы. Отстаивал все. Видео. У меня сейчас на данный момент. Ну если вы хотите, я вам могу сейчас перекинуть куда угодно видео. Как мне лопатой бьют об забор. Выходят его люди. Как они припаркованы сюда газелью. С госномерами. Совсем писают. Это нормальное выражение, да? Потом куча высказываний. Потом у меня есть свидетель. Женщина, которая вот здесь видите. Ничье. Здесь есть черешня и орех. Зашла сюда женщина и я стал свидетелем. Как он с собакой выскочил. На нее напал, чтобы она там не рвала орехи. Подбежали его трое друзей. Потому что они там все кодло находятся на даче. Стреляли в женщину с пневматики. Оскорбляли. Пытались ее бить. Вы думаете, женщина это не хочет на него уголовное дело завести? Хочет. Но не может. У нее нет физически на это денег. Она может дать вам показания, что это все. Не бесплатно заводится. Извините. Не бесплатно. Потому что мы уже четыре года ездили по судмедэкспертизам на три суда. Это наш Ленинский, потом апелляционный, потом опять Ленинский, потом опять апелляционный. Потом я целый месяц ездил в экономчую службу. И вот еще на данный момент ни разу с него не высчитали деньги. У него за четыре суда четыре штрафа по 1750 гривен. Этого его друга, который давал ложные показания, не наказал суд. Ну ладно, бог с ним, оно тупое животное, но тем не менее в суд бегал. Вы же видите, вот пожалуйста, и животные тут, и все. Ну, это его личное дело, чем они занимаются. Но вот это хулиганские действия, которые они здесь не устроили, это никуда не годится. Камер я понаставлял специально, чтобы не бегала вся улица и не рассказывал, что я должен что-то продать и куда-то уехать. Я не собираюсь ничего продавать и никуда уезжать. За то, что забор мне побили, я собственноручно споймал этого бородатого мальчика. Я могу госномер автомобиля назвать, я могу сейчас беспредел, который они творили с мамой, автомобилем показать. Понимаете? Дивите, а вы же раньше как-то жили с сусидами. Я жил в начале улицы, я понятия не имел, что здесь происходит. Они мимо меня не ходили. Нет, я всю жизнь здесь жил. Здесь жил мой дед, а я живу во втором номере с мамой. Вот лет пять тому назад я сюда переехал, вернулся за границу. И как только я здесь начал обостраиваться, я увидел странные вещи творющиеся. То есть, хотели мне сначала побить забор, когда я его привез. Мне выгрузили ребята, потом установка на следующий день. Нашли человека, который собирался это все делать. Да. Но тем не менее, спасли забор, поставили. Потом его кувалдой подвезли ребята. Один на мопеде рассказывал, куда бить. Вот мне больше всего интересен этот человек, который на мопеде. Первого я поймал, кувалду забрал. Кстати, заедите в Ленинское РОВД. Посмотрите на кувалду, которую я собственно... Мышный израиледел. Я понимаю. И девочка с мальчиком проезжала уже неоднократно сюда. Они тоже более-менее нормальны. Просто, как сказать, вы патрульная полиция, но вы ничего не решаете. Вот вы приехали, взяли заявление, отвезли. Он у нас в Ленинском умерло. По вашей ситуации, заявление распределяется на участковых? Я понимаю. Был в Ленинском РОВД. Я не знаю, куда он делся. Илья Николаевич. У меня есть его мобильный телефон. Так вот, за развитие забора, чтобы вот этим ничего не было. Потому что я его поймал, кувалду отобрал и все остальное. То есть, как бы дело в шляпе. Меня привози. Я его опознаю. Правильно? Я показываю видео, как я его тут словил. Логично. И он мне компенсирует мой ущерб. Чеки у меня есть. Флешки у меня есть. Все у меня есть. Что участковому? Участковому дали такому спец мальчику Илье Николаевичу. Который через месяц закончил свою деятельность. А вот это провокаторы бегают. Я могу этих видео накидать целую кучу. Понимаете? Из-за того, что вот это кум, кума и все остальное. Мне они до одного места. Понимаете? Я просто сижу и улыбаюсь. Все же думаете, что я сижу за монитором и наблюдаю. Я пришел, посмотрел, что-то не так. Перемотал, посмотрел. О, клоуны. Я видел и автомобили, которые им давали отмашку, когда я хотел этих ребят споймать с голой жопой, когда они мне вот тут бегали. Статья его сын бегал с голой жопой. Парень уже под тридцатку. Недоделанный. Вы бы пришли к чужому человеку к калитке пьяный. Ну как-то с мозгами что-то не то, согласитесь. Что-то у вас тут явно, да, не то робите. То есть а там группа поддержки и вызывает меня на конфликт. Честно, надавать малолеткам по жопе. Элементарно. Ну почему-то... Николай. Николай. В любом случае, неважно там, кто вас провоцирует, или вы провоцируете, на такие провокации никогда не треба вестись. Просто. Отмахнулись и все. Понимаете, я понес ущерба приблизительно на 30 тысяч гривен по заборам. Я могу вас по территории по своей провести, если вам так интересно. Ну если вы писали заяву. Я ж... Так оно ж не решается. Не, ну я просто, чтобы вы так проникли в ситуацию. Плюс, смотрите, когда я вызываю полицию, полиция едет где-то приблизительно два-два с половиной часа, когда они, ну либо она подъезжает сразу там из-за угла, либо вот как вы очень быстренько. Честно говоря, вот 13 марта, я же статистику по информатору смотрю, в то же самое время была патрульная полиция на низу какого-то там наркомана своймала. Что она не могла так быстренько ко мне подъехать? А почему мне пришлось 15 раз звонить по 102? Потом они сюда приехали, стоит гопоты вот тут, человек 11. Что вы? Они ее беседуют с ними. Да, мы приезжали на разбитый забор, мы это видим. Пускай они убираются с моей улицы. Это часов 9. Ну ладно, я смотрю, чем это закончится. Побежали коллективную жалобу. Не получилось. Да, пацанам тоже делать нечего. Как говорится, они прекрасно поняли, что они приехали каким-то ненормальным людям. Они постояли, повысказывались, что они про них думают, но заявление от одной приняли. Работа у вас такая. Я понимаю. Начинают уезжать. Мне в этом просто, ну, ко мне должен другой экипаж подъехать. Звоню опять на 102. Ну так они уезжают. Они все разобрались. Они с гопотой побеседовали. Что это за бред? Я вызываю опять. Они опять возвращают. Опять гопота. Едет кортеж. Патрульная полиция. 10 гопников сзади. Я не понял юмора. Вот честно говорю. Я не собираюсь выкидывать, конечно, полицию в интернет, но идиотист. Подходят сюда. Здесь гопота стоит. Ладно. Я зову. Показал разбитое окно. Мы написали заявление. Кстати, мы сейчас, наверное, тоже оформили. Они же написали. Правильно? Я... Вы заяву хотите написать? Ну, вы же уже фамилию ихнюю знаете. Потому что те не смогли установить личность. Я вас не это пытаю. Я пытаю, вы хотите заявиться? По-любому. Пашу.